Всем-всем большой привет! Меня зовут Марина, и в этом видео я вам расскажу про покупки из Икеи. Я сделала такое, знаете, атмосферное видео, огонёчки уже всё, Новый год скоро. На самом деле очень много всего интересного, поэтому долго болтать не будем. Погнали! И, кстати говоря, кому интересно, я недавно сняла видео-влог из Икеи. Я там подробно показывала новогоднюю коллекцию. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании, либо сюда куда-нибудь прикреплю вам. Переходите, смотрите. Там я прям по магазину ходила, снимала, всё, кто пропустил этот влог. Первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, с адвент-календаря, который напичкан у них во всём магазине. В каждом отделе у них стоят вот эти адвент-календари. Стоит он, по-моему, 600 рублей. А тут у нас 31 день, если я не ошибаюсь, либо 30 окошек. Адвент-календарь – это вы каждый день открываете по одному окошку, достаёте какие-то сладости, да, ну, в данном случае сладости. У меня скоро будет новое видео на канале с бьюти адвент-календарями. Тоже не пропустите, и чтобы не пропустить, колокольчик. И видео мои сейчас выходят, кстати, ровно в 18.00. Так что такие у меня небольшие изменения на моём канале. Короче, адвент-календарь в том году мы покупали, нам очень понравилось. Плюс мы ещё скачивали приложение, и через приложение мы, в общем, как-то там сканировали, и там прям очень интересные факты рассказывали про Швецию, про какие-то рецепты. Я не знаю, в этом году есть ли такое приложение. А, ну да, смотрите, скачайте прямо сейчас приложение «Развестерский календарь». То есть там не просто вы кушаете конфетку, знаете, прям виртуальная картинка такая появляется. Короче, прикольная штука, даже можно кому-то на подарок, и цена доступна 600 рублей. Ну и раз у нас новогодняя тема, хочу вам также показать вот такие банки я купила. Тут у нас три банки идут в комплекте, маленькая, средняя и побольше. А можно под крупы, ну под всё, что угодно применить. Я взяла на подарок. Далее, кстати, по поводу адвент-календаря, купила я тоже новогодняя их коллекция. Это, короче, такие вот коробочки, вы их собираете. Тут в комплекте сколько? 25 штук. И я купила для того, чтобы радовать своих девчонок до Нового года, за 25 дней. Я в каждую коробочку положу какой-то сюрприз, знаете, можно конфетку тоже, или какую-то игрушечку маленькую, ну можно что-нибудь придумать, повесить. И пусть они каждый день по очереди открывают эти коробочки. Знаете, как вот, чтобы приятно было отчитывать дни до Нового года. И всё-таки детки, они такое любят. Ну и следующая покупка была, которую я давно очень хотела и искала, и на Алиэкспрессе смотрела. Но тут увидела в Икеа, и раньше что-то я не замечала. Может быть, это новинка, не знаю. Это кувшин с краном. Вы подумайте, Марина, зачем тебе такая фигня нужна в доме? Но на самом деле она мне необходима. Дело в том, что у нас есть такая проблема в доме. У нас все краны, все фильтры, короче, всё очень далеко стоит. И, допустим, Настя уже выросла, она может все воды налить, а Катя нет. Ей будет очень удобно самой наливать. Не просить меня каждый раз, мама, налей воды. Ты, мама, налей воды, мама, я опять хочу... Знаете, я в день по 100 раз ей наливаю воду, потому что, повторюсь, она сама не может не достать просто физически. И вот этот бутыль, он ставится на такую подставку, тоже я взяла и в Икеа. Можно на стол на кухонный, куда-нибудь на кухню. Просто ребёнок подходит, открывает кранчик, знаете, как в отелях. Шведский стол, все дела. Всё, вода наливается. Не обязательно вода, вы сюда можете сок налить, компот, не знаю, какой-то лимонад. В воду бросить, там, не знаю, лимон, да, всё, что вы хотите. И так как я тоже сейчас соблюдаю водный режим, я пью там почти 2 литра в день, и для меня это тоже будет очень удобно. Подошёл, быстренько открыл, попил и пошёл дальше. Так что вот такое вот приобретение. Не очень дёшево, конечно, стоило, но я давно хотела, повторюсь. Вот, наконец-то, теперь есть. Особенно летом, знаете, когда ты часто пьёшь, и вся семья постоянно пьёт, можно прям налить, знаете, вот так вот, столечко, и за день выпить всё. Кстати, ещё одна покупочка была из Икеа. Это вот такие вот свечки. Набор из двух свечей. Тоже новогодняя коллекция. Пахнет просто обалденно. Чуть волосы в носу не спалило, господи. Есть, по-моему, кориандр. Вот такой, знаете, вот именно новогодние такие свечки с такими пряными какими-то ароматами. Просто потрясающе пахнет. И, конечно же, вот этот столик белый, который прям мой любимчик теперь. Девчонкам я тоже в постель по выходным приношу завтрак. Они обожают. Этот столик я давно хотела. Его, наконец-то, приобрела. Очень удобный в постели кушать, там, радовать себя завтраками. Просто крутая вещь. Это тарелки. Тоже новогодняя коллекция. Ну, новая коллекция. Это в виде листочка вот такой вот блюдце под закуски. Всё на новогодний стол, на праздничный стол. Ещё одна тарелочка тоже я купила в количестве одной штуки. Это вот такая вот плоская тарелка. Тоже для закусок на праздничный стол. Мне нравятся такие вот плоские тарелки. Но, если честно, у меня ни одной не было. Видите, такая как ромбиками, что ли, идёт. Вот красиво смотрится. И я прямо, знаете, вижу на ней какие-то новогодние закуски красивые. Какие-то корзиночки с икрой и с маслицем. Ну, вот что-то такое. И ещё одна тарелочка тоже вот такая плоская. Но уже она такая прямоугольная. Тоже очень красивая, стильная. Вообще, в Икеа мне нравится посуда. Там есть из чего выбрать. Тарелок очень много. Очень много каких-то мисок, да. Но они, блин, реально дорогие. Вот тарелки достаточно недорого. Стоят там 200-300 рублей, да. Но вот там есть какие-то салатники. Ну, блин, очень дорого. Я такая решила, ну ладно, салатники, в принципе, у меня есть. Обойдусь тарелочками. А, забыла. Ещё из новогодней коллекции взяла вот такие две баночки. Это тоже я на подарки всё. Планирую туда положить какие-то либо вкусняшки. Баночка стоит вообще недорого. Очень красивая и бюджетная. То есть для тех, у кого ограничен бюджет, и у вас очень много друзей, и вам надо дарить, и что-то хочется красивое новогоднее, то присмотрите, ещё моя давняя такая хотелочка. Я так давно хотела. Это набор вот такой вот для масла, уксуса. Написано три предмета, то есть две банки и вот такая вот подставочка. Можно повесить. Тут есть тоненькая, ну как бы, не горлышко, а трубочка такая. Можно дозировать как-то расход масла. Можно так вот повесить. Можно поставить. Так что обязательно сейчас залью всё и буду радоваться жизнью. Ещё одна хотелка. Если честно, это походу новинка в Икеа. Я давно хотела на Алиэкспрессе, хотела заказать. Но там безумно дорого стоит. Вот такие вот пластмассовые контейнеры с крышечкой, с носиком тоже. Вы спросите, зачем эта фигня нужна? На самом деле у меня несколько идей. Во-первых, можно сюда налить, например, тесто для блинчиков и рисовать какие-то такие, знаете, детские завтраки прикольные делать. С помощью вот этого носика вы можете дозировать подачу теста и делать какую-то красоту детям на завтрак. Да и себе любимой тоже. Также я смотрела видео, некоторые добавляют краситель тоже пищевой и рисуют разными цветами. Ну, в общем-то, всё что угодно можно придумать. Эта бутылочка очень функциональна и обязательно во влоге вам покажу. Так что подписывайтесь, нажимайте колокольчик, не пропускайте мои новые видео. Обязательно вам всё покажу. Ваня также купил вот такие вот стаканчики. Они безумно дешёвые, там рублей что ли по 15-20. Вот такой вот один стаканчик. Я, конечно, в магазине кричала, Ваня, хватит, нам не нужны эти стаканы, у нас уже дофига всего. Он, нет, я возьму, возьму, возьму. Я не знаю, зачем они нужны. Но, в принципе, смотрится симпатично, знаете, напоминает какие-то такие советские стаканчики. Но он вообще любит у меня огранённые стаканы, всё это вот. Ещё одна покупка для дома была. Я купила ковёр, который сейчас вы можете наблюдать на экране. Он очень мягкий. Вы знаете, в Икеа есть такие же ковры, но они там с длинным ворсом. У моей мамы есть такой ковёр, он уже весь там стрёмный, такой страшный весь. И он, по ощущениям, он не такой. То есть там, повторюсь, длинный ворс. Тут такой короткий ворс, и он мягкий-мягкий. Так приятно на нём сидеть. Так приятно по нему ходить. Просто потрясающий ковёр. Ну и последнее, что я вам покажу, это вот такие вот жевательные конфетки Marshmallow. Тоже новогодняя коллекция. Не пробовала. Давайте откроем, посмотрим, что же там. Ой, смотрите, они малюсенькие. Я думала, они реально будут большие. А они вот такие, смотрите. Я попробую одну штучку. Ммм, вкусные, слушайте. В виде ёлочек. А вообще, кому интересно, будет отдельное видео на втором моём канале. Мукбанг сниму. Тут икеевские вкусняшки. Только еда. Будем с вами тестировать на втором канале. И тут ещё кое-что прикуплено из магазина шведского. Ну, то есть, когда вы выходите из Икеи, когда вы оплачиваете товар, выходите и сразу из шведского магазина. Вот там я кое-что прикупила. Так что не пропустите. Переходите на мой второй канал. Подписывайтесь. Что-то я, знаете, вспоминаю, всё ли я вам показала. Ну, вроде бы всё. Субтитры сделал DimaTorzok